Во всем исламском мире наступил священный месяц Рамазан. Кто-то называет его Рамазан, кто-то Рамадан. Как правильно держать этот пост, как его соблюдать? Особенно в нашей республике, в которой такое большое количество разных религий, это надо знать всем. Ну, не для того, чтобы как-то понимать чего-то, бояться или не знать, а просто это надо знать. Здравствуйте, это Актуальный Разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, о священном месяце Рамадане сегодня мы поговорим. У меня в гостях два человека, которые знают об этом абсолютно все. Я надеюсь, после этой программы вы тоже узнаете больше. Азад Ахунов, востоковед. Здравствуйте, Азад. Здравствуйте. И Евгений Хамидов, исламовед. Здравствуйте. Сразу, да, я вот и задаю такой тон, что этот пост, это просто традиция, во-первых, да, и что нет ничего в этом какого-то предосудительного. Я прав? Да, я все верю. Вот, нам просто надо познакомить людей с правилами. Хорошо. Если я сейчас опять окажусь неправ, вы меня поправите. Самое обидное то, что даже сами многие ребята, да, мусульмане, они половины не знают. Какой половины? Большей части не знают ни правил, ни условий, ни истории. Поэтому начнем сразу с ликбеза. Итак, почему я вначале сказал Рамазан и Рамадан? Название откуда взялось? Ну, в принципе, Рамазан или Рамадан, то есть как бы даже само различие в произношении, это все основывается на грамматике арабского языка. В арабском есть буквы, которые называются имфатическими. Как раз буквка Дод, которая произносится ближе к язычку, то есть который вот сзади у неба, имеет два варианта произношения. Дод и Лад, соответственно, его произносят или Рамадан, или Рамазан, как случилось вот в татарской традиции. Нет, конечно, что вы знаете арабский язык. Да, я по существенству еще и преподаватель арабского языка. Вообще. Так, продолжайте. И само название поста не совсем корректно назвать Рамазан, то есть как бы это месяц Рамадан или месяц Рамазан, который, в принципе, название которого было еще до появления ислама. И арабский это очень полисематический язык, я очень люблю над темой разговаривать, то есть каждое слово имеет большое количество значений или может обладать большим количеством значений, потому что каждое слово обозначает не понятие, то есть даже сказать не термин, а некий комплекс действий. То есть, поэтому Рамадан от глагола Рамада образованное, что обозначает выжигать. В принципе, истимология этого слова до конца, к сожалению, нам сегодня неизвестна. Возможно, появилось такое название у этого месяца, потому что он был первоначально летним, соответственно, на территории аравийских пустыней лето крайне жаркое, то есть безводное, температура выше 50 градусов по Цельсию и так далее, поэтому Рамадан выжигающий, что ничего живого не оставляет. Но впоследствии... Это перевод слова? Да, то есть выжигающий или тот, что не оставляет ничего живого. Впоследствии к этому слову добавилась некая такая коннотация, скажем, с исламским оттенком, начали говорить, то есть добавили выжигающий, всё нехорошее, всё негативное внутри человека, то есть делающий человека более лучшим. И поэтому как раз Рамадан, как вы знаете, то есть это лунный месяц, все мусульманские праздники, и в принципе мусульмане живут по лунному календарю, он отличается от солнечного на 10-11 дней и, в принципе, строится не на солнечной активности, а на луны, соответственно. И перемещается, да, в течение года? Перемещается на 10-11 дней, то есть он может быть и зимой, этот месяц Рамадан, и может быть и летом, и он постоянно перемещается. То есть вот об этом надо сказать. Поэтому вот все вот эти трудности, которые возникают у желающих поститься в летний месяц, они связаны с тем, что Рамадан в этом году выпал на середину лета. Зимой, конечно, больше желающих. Ты означал, я так понял, это если действительно появилось до вообще ислама? Сам месяц появился. А, сам месяц. То есть, грубо говоря, если перечислять, честно, на арабском, январь, февраль, март, апрель, май, и потом будет, грубо говоря, Рамадан. Можно так сказать. То есть здесь не совсем корректно, тут нужно как бы разграничить понятие, то есть что появилось до ислама. То есть наименование месяца появилось до ислама. Пост у арабов, скажем так, неизвестным был он в той или иной степени. В принципе, в Коране есть такой аят, то есть стих в Коране, который говорит, что «Кутиба алийкум муссуяма кема кутиба алили лядина мин капликум». То есть предписан вам пост о мусульмане, как он был предписан тем, кто был до вас. То есть тем общинам, которые были до вас, здесь можно понимать под общинами и христиан, и иудеев, и, возможно, какие-то другие вероисповедания, которые были до появления иудаизма и христианства. То есть согласно некоторым мусульманским ученым, количество пророков, которые были посланы людям для того, чтобы донести им идею Единобожья, достигало 126 или 250 тысяч человек. То есть понятие поста, наверняка, каждый из них нес. Поэтому, в принципе, это довольно ранее. Ну и надо сказать, что это месяц Рамазан, когда был неспослан Коран, то есть начал пророк Мухаммед, начал проповедь свою, начал получать вот это увещевание, или как его называют, свыше. И, конечно, примеры были, то есть разные варианты поста они были, и в том числе и первые посты, которые очень похожи на современную ситуацию, очень длительные по своему продолжительности, то есть длинный день и очень трудно держать. И вот первые сподвижники пророка Мухаммеда, им было тяжело держать этот пост. Это практически они имели очень мало времени на отдых. И постепенно это менялось, это тоже как-то... Ислам это очень религия такая, человеколюбивая, то есть это... Все это, ну, учитывалось, и он пришел к посту к современной форме. Хотя он был и трехдневные посты были раньше, разные варианты. И, наверное, вот с появления пророка Мухаммеда, с того времени, когда начал появляться Коран, был неспослан Коран, с началом его проповеди, то есть вот этот период, наверное, вот можно назвать, что уроза или пост вот сформировалась в том виде, в котором сейчас вот она до нас дошла, практически без изменений. Хорошо, с названием разобрались, историю более-менее так поверхностно схватили. Теперь цель. Я понимаю, цель общая у всех постов, потому что, ну, хотим мы не хотим, оно все равно, во-первых, погода и так далее, и выбирается вот все, как вы уже сказали, чтобы поберечь человека с одной стороны, но с другой стороны и остановить его, то есть восстановить его духовно. Вот какая цель у этого месяца? Цель этого месяца, как вы правильно уже сказали, в принципе, стать более лучше во всех отношениях этого слова. То есть стать более набожным, стать более, можно сказать, человеком, который обладает большим количеством морально-этических качеств, с каких-то положительных сторон и так далее, и так далее. То есть это все достигается путем дополнительного богослужения, если это можно так назвать. То есть, как уже правильно упомянули, то есть Рамадан, месяц поста, его еще называют месяцем Корана, то есть в этот месяц принято читать как можно больше вот эту священную книгу «Мусульман». Более того, здесь нужно очень важно упомянуть, что пост – это не только и даже, наверное, не столько отказ от воды и еды, то есть или от уединения с супружеской связью, то есть на время, пока светит солнце, это больше как раз создание себя такого хорошего, то есть стараться как можно больше сделать добрых поступков. То есть, в принципе, одна из тех социальных моментов, которые присутствуют во время этого поста, то, что мусульмане должны, то есть это крайне желательно, чтобы они приглашали на ифтар, то есть вот разговение, первый прием пищи после поста, как можно больше знакомых, незнакомых, соседей, то есть всех желающих, также чтобы ходили сами. Помимо всего прочего, есть общая молитва, такая длинная ночная молитва, когда тоже все вместе постят, прошу прощения, совершают эту молитву. То есть, в принципе, цель – это приблизиться к Всевышнему и, соответственно, получить его довольство. А довольство Всевышнего как раз заключается в том, чтобы быть хорошим человеком в глобальном смысле этого слова. Ну, это месяц, наверное, еще духовного очищения все-таки, да? Это человек, который постится, он как-то имеет возможность немножко остановиться, немножко сосредоточиться на себе, немножко отличиться от проблем внешнего мира, подумать о высоком, потому что в этом месяце мусульмане еще занимаются благотворительностью, помогают больным, бедным, нуждающимся. И здесь речь не идет только о мусульманах, то есть они могут помогать всем нуждающимся, независимо от их веры или этнической принадлежности. И поэтому этот месяц очень важный. И в этом месяце еще надо сказать, что выплачивается закят и выплачивается садака, то есть мусульман, если он считает себя искренне верующим, он должен часть от своих доходов выплачивать в пользу неимущих, в пользу тех, кто идет по религиозным пути, в пользу мечетей, различных медресетам и так далее, в пользу ученых мусульманских. И вот этот месяц как раз, когда человек, мусульманин, может выплачивать этот закат, еще садаха еще есть. Разные суммы обычно приняты, если человек владеет какими-то сельхозугодиями, это 10%, если сельхозугодия обрабатываются с помощью техники, это 20%, в зависимости от чего измеряется золотом, если это превышает 80 грамм золота, то определенная сумма. Но это сейчас очень упростилось, и на сайте Духовного управления мусульман, Тарстан, есть калькулятор, то есть просто можно туда вписать свои доходы, и он автоматически вам сочетает, сколько вы должны заплатить заката в этом году. Ну, минимум 300 рублей сейчас считается в Тарстане. Ну и тех, кто не может держать пост, по тем или иной причинам, наверное, надо бы сказать, кто... Это об этом и так далее. Да, то есть, ну, есть такая возможность выплатить вот это садаху фидея, называется фидея, то есть это считается 150 рублей в день за каждый день поста, то есть где-то 4,5 тысячи рублей человек может потратить на то, чтобы накормить бедных и в какой-то мере искупить пропущенные вот эти дни поста. То есть у нас здесь в Тарстане это все, ну, как бы налажено, команда молодая муфтияти, то есть это можно оплатить, и смс послать можно, и через Яндекс деньги, всякие варианты, то есть возможности много, то есть... Понятно, но все-таки, как уйти и как откупиться, мы не будем, мы сегодня все-таки будем говорить об основах, об истоках. Сразу после короткой рекламы мы продолжим говорить о священном месяце Рамадане. Итак, перед рекламой мы как раз перешли в сторону ближе к нашей республике, к Татарстану. Так вот, отличие поста в Татарстане от других стран, которые исповедуют ислам, и от других республик, чем отличается пост Татарстане от других? Ну, во-первых, надо сказать, что Татарстан это северная, одна из, ну, практически самая северная мусульманская региона, где проживают мусульмане, да? И с чем это связано? Какие проблемы с этим связаны? С тем, что у нас долгие, продолжительность светового дня, долгие продолжительность светового дня. Если, например, посмотреть сейчас, вот в Татарстане у нас около 20 часов пост длится, в Саудовской Аравии около 14-15 часов, то есть просто вот на 5 часов у нас длиннее пост. И, конечно, это вызывает определенные трудности, а если взять еще более северные регионы, например, Санкт-Петербург с Белыми ночами, там вообще практически держать невозможно. И, конечно, вот эта проблема поднималась, она всегда татарскими богословами и в 19 веке. Что касается мусульманских ученых, арабских, они эту проблему не рассматривали, потому что арабы не проникали так далеко на север, чтобы описать эту проблему, чтобы эта проблема перед ним возникла выше 45-й параллели. И те труды средневековые, где об этом говорится, они просто говорят, что мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому этим вопросом заняли татарские ученые, богословы еще в 19 веке, потому что проблем существовало много. Например, я вот отвлекусь, расскажу про строительство железной дороги Николаевской. Татар, которые работали на строительстве этой дороги, она была открыта в 1851 году. Некоторые очень богобоязнены татары просто погибали, потому что наступала месяц уроза, белые ночи, и они говорили, значит, Аллах так наказал нас, раз не наступает ночь. То есть они ждали ночи, а ночь не наступала. И просто умирали физически. И вот этот вопрос, конечно, нужно было решить. И ученые, мусульманские, татарские, они вопрос поднимали, спорили об этом очень много. И есть книга Муса Бегиева, татарского богослова, пост, длинные дни, начале 20 века. Пришли к выводу, что или не надо держать вообще пост, потому что невозможно держать, а ислам не такая религия, она, как я уже сказал, человеколюбивая, она не заставляет человека умирать ради каких-то вот это, ради даже этой обязанности, или ориентироваться на ближайший мусульманский регион, где этот вопрос уже ясен, раскрыт. И самые безотказные варианты ориентироваться на Мекку. То есть Мекка – это эталон для всех мусульман. Как в Мекке постятся, вот так же можно поститься. То есть эта проблема поднималась, и сейчас она есть. И сейчас очень трудно, конечно, мусульманам в Тарстане держать этот пост. Если 20 лет назад, когда вот началось возрождение ислама в Тарстане, этот пост выпадал на зимние месяцы, и очень много людей держало пост, и сейчас это, конечно, становится таких людей меньше. И духовный правильный мусульман даже вынужден снова возвращаться вот к этой проблеме, к этим спорам, которые существовали 100 лет назад. И в какой-то мере, но если не прямо, рекомендуют тем, кто не может себе позволить по своему состоянию физическому отказаться от поста. Поэтому такие тоже есть дискуссии по этому поводу. Но вот наша особенность географическая, конечно, сказывается здесь. Это отлично. Я не понял, спор идет, потому что либо мы, мусульмане нашей республики, постятся по нашей параллели, либо по Мекке, и не могут прийти к какому-то единогласному, да? Ну, споры всегда происходят. Это и по длительности поста. То есть, допустим, Саудская Аравия начинает там раньше или позже в Турции, раньше или позже. То есть, один-два дня всегда есть вопросы. Потому что, согласно средневековым ученым, человек, мужчина, мусульманин, или желательно два мусульмане, должны сами увидеть молодой месяц, который появился на небе, и тогда вот уже точно можно сказать, что пост начался или пост закончился. У нас это гораздо сложнее делать. Ну, в первую очередь, связано с нашей географией, конечно. Ну, у нас этот вопрос решен, в принципе. У нас в последнее время в Тарстане духовное управление мусульман и при помощи ученых тоже, астрономов и другие используют возможности. Они точно говорят, такое-то время, столько-то, такая-то длительность, и поэтому мусульмане в Тарстане ориентируются на духовное управление мусульман, не ориентируются на Мекку. Это просто исключительный случай, если человек оказался, скажем, далеко на севере и не может определиться, то он тогда может ориентироваться на Мекку. У нас этот вопрос решен. Понятно. Хорошо. Продолжаем. Покороче только, я понимаю, что хочется очень рассказать. На самом деле, потому что я когда готовился в программе, я почитал, и есть определенные статистики, которые давали в разных мечетях, в разных регионах России, действительно очень-очень мало знают. Поэтому давайте сейчас будем, ну, не знаю, такой краткий свод правил. Итак, я прочитал действия, нарушающие пост. Вот есть какой-то определенный список. Ну, я вот почему такие картинки взял, потому что я прочитал, да, курение и еда во время дня. Еще какие? Вот может, те, которые действительно люди не задумываются. В принципе, из действий, которые явно нарушают пост, это, если грубо выразиться, если что-то пересечет глотку, какой-то вид пищи или другой, может быть, жидкости, еды, в том числе, в любом случае попадает. Лекарства, да? Лекарства также. То есть, любая субстанция, которая попадет вам в организм, то есть, посредством глотки, соответственно, она нарушает пост. Само собой, здесь не подразумевается какие-то естественные выделения в виде слюны или, может быть, макрота, которая в носовой полпице находится и так далее. То есть, здесь нужно понимать, как раз вот то, что Азад Марсуси тоже неоднократно повторял, есть замечательный хадис, высказание пророка Мухаммада, ясир гуляту асир, то есть, облегчайте и не усложняйте, то есть, если... Вот это, мне кажется, очень мудрое. Вот это самый, как раз, основополагающий принцип в исламе, поэтому курение, вы правильно заметили, запрещено, потому что курение, в принципе, запрещено, не только месяц Рамадан, то есть, оно нарушает пост, потому что проникает, соответственно, в организм. Есть какие-то, скажем так, поблажки для людей, которые больны, если они всё-таки по разрешению своих лечащих врачей могут соблюдать пост, то тогда они могут, в принципе, получать какие-то инъекции, здесь тоже есть споры. Это понятно, беременные женщины, беременные женщины нельзя держать пост, то есть, потому что, кормящие беременные женщины, наоборот, нельзя, потому что два человека, как говорится, кормят. А я ещё вот хотел спросить, что касается непосредственно воды и питья, если основное, в любом случае, это всё зародилось именно в жарких странах, свет, солнце, жара, влаги достаточно много уходит, там же пить надо регулярно, почему так, даже с условием того, что человека надо пощадить, но это очень тяжело. Ну да, это как раз можно отнести к категории строгих постов, то есть, пост такого типа, то есть, отказ, на самом деле, от любого употребления пищи и воды. В принципе, сегодняшняя медицина уже многократно доказала пользу такого вот отказа, то есть, от приёма любого типа пищи, то есть, как от пищи, так и от жидкости, то есть, это благотворно сказывается на организме в целом, то есть, целый день не пить в пустыне. Да, 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 то есть, не только в пустыне, неважно, где вы ни находились, то есть, организм очень... Ну, это не должно, наверное, сводиться всё-таки к диете, то есть, это не диета, не оздоровительная диета, там, и так далее, то есть, это духовное очищение, в первую очередь. Ну, и надо сказать, что всё-таки арабы в арабских странах в это время получают поблажки, в том числе, и освобождаются в какой-то мере от работы, то есть, переходят на облегчённый график работы, то есть, там, в мусульманских странах это учитывается, то есть, они стараются меньше передвигаться, находятся дома, то есть, не тратят очень много энергии, конечно, поэтому они переносят полегче вот этот недостаток питья. Да, я ещё, по поводу того, что дома, понятно, но я прочитал, что в пути путники тоже имеют право нарушаться. Да, да, то есть, не то, что нарушать, есть несколько категорий людей, освобождённых от поста, то есть, давайте перечислим, надо учить. Вот, первое, это как раз больные люди, которые по состоянию здоровья не могут держать, то есть, или даже, так сказать, по состоянию здоровья, которые не могут держать, но только больные, к ним относятся, как мы уже заметили, и беременные, кормящие мамы и так далее. Также, путники, то есть, те, которые находятся в пути, в силу того, что это сложный физический процесс. Я понимаю, это на уровне 17 века, в современном мире есть люди, которые в пути всю жизнь. Лётчики. Есть такое. Поэтому, в принципе, это не установление, что если вы в пути, то вам нельзя держать. То есть, если вы в пути, вы можете сделать вывод, не, не держать, нарушать нельзя. Одно дело не держать, другое дело нарушить. Всё понятно. То есть, если вы вознамерились не держать, то вы не держите. Так как вы в пути, понимая, что это может вызвать очень серьёзные проблемы, например, если вы лётчик, как вы упомянули, если вы, может быть, не выпьете чашку кофе, то тогда это грозит жизни сотни людей и так далее. То есть, само собой, в таких случаях пост держать запрещено даже, если это грозит кому-то ещё вашей жизни или жизни других людей. Ну, надо сказать, всё-таки путник, кто это, по толкованию традиционному, это человек, который удалился от своего места в расстоянии проживания на расстоянии 3-3 дней. По вторым временам это 80 километров. То есть, считалось, что за 80 километров он мог прогреть за 3 дня. И если он остановился в следующем пункте больше 15 дней, то он считается, что он не путник уже. То есть, если он может так бесконечно в течение своей жизни путешествовать, то есть, 14 дней находятся в одном месте, потом перемещаются 14-10 дней в другом месте и в течение всей жизни. Он всегда будет путником. Но если он вдруг вернётся на своё место в постоянном проживании, то он тогда уже не будет путником. Поэтому, я думаю, что лётчики представители других профессий, они как раз относятся к этой категории путников, которым мусафир называется. Мусафир. Понятно. К сожалению, время у нас подходит. Я ещё хотел, если коротко расскажете, буквально за несколько секунд, последние 10 дней, что они означают и почему на них такая ставка, такое ударение. Есть понятие и тикав, то есть это уединение в мечети, в это 10 дней месяц Рамадан верующие в это время пытаются как можно больше времени посвятить уже непосредственно поклонению. То есть в это время больше читают священный Коран, в это время больше проводят времени в молитвах и так далее. То есть это время для того, чтобы максимально настроить себя, то есть, условно говоря, набрать свой сосуд души максимально большим количеством положительных эмоций, чтобы их хватило... Ну и потереться своими доходами безбедными, то есть выплатить закят. В последние 10 дней у Рамадана есть обязательная выплата закята, садака, который фитер называется, то есть ваш пост не будет принят до тех пор, пока вы не выплатите вот это вот садака, то есть милость у них в пользу малоимущих, то есть к ним тоже, само собой, относятся большое количество людей. Понятно. И сейчас совсем-совсем коротко обращайтесь вы, пожалуйста, в эту камеру, в эту, к зрителям, ко всем тем, кто в данный момент может держит пост, собирается, думает об этом, и представителям других религий, как относиться к людям и как себя повести. Ну, в качестве рекомендации вы имеете в виду? Да, просто вот все зрители сейчас смотрят и вот какие-то слова на путстве. Ну, в качестве пожелания хотелось бы всем пожелать больше терпения, то есть потому, что это то, чего не хватает для того, чтобы держать пост и уверенности в своих силах и в надежде на помощь со стороны Всевышнего. Спасибо. Ну, известна такая поговорка, она и в христианстве есть, и в исламе тоже в какой-то мере, в том, что Бог не дает, скажем, больше того, что человек может перенести. Поэтому пост, который вот дан нам Аллахом, мусульманам, он, человек может его выдержать. И поэтому тем, кто держит пост, я желаю вот благополучно завершить этот месяц Рамазан и отпраздновать праздник Ураза-Байрам, который будет в конце этого месяца, и вот почувствовать ту радость и чувство воединения со всеми мусульманами всего мира, потому что мусульман очень много, и вот почувствовать себя частичкой вот этого большого, огромного мусульманского мира. Спасибо. Спасибо, Азад, спасибо, Евгений. Научился кое-чему. Спасибо, до новых встреч. Друзья, ну а вам я хочу сказать, любой пост, какой бы религии он ни относился, вы прежде всего держите для себя, ну а себя не обманешь. Вы это знаете. До свидания.